В Румынии отпраздновали 5-ю годовщину интронизации Патриарха Румынской Православной Церкви Блаженнейшего Даниила. По этому случаю в Патриаршем Кафедральном Соборе Бухареста была совершена Божественная Литургия. Подробности торжеств в сюжете Патриаршего канала Румынской Православной Церкви Тринитас. В день 5-й годовщины интронизации Патриарх Румынской Православной Церкви Даниил отслужил в Патриаршем Кафедральном Соборе Святых Равноапостольных Константина и Елены Божественную Литургию. Патриарху сослужили иерархи Румынской Православной Церкви, священники и дьяконы Патриаршего Собора. Все вместе они воспели многое лето предстоятелю Румынской Церкви. Высокопреосвященнейший Иосиф, румынский митрополит Западной и Южной Европы, зачитал поздравительное послание от имени Священного Синода Румынской Православной Церкви. Ваше служение на Патриаршем Престоле совпало с изменениями в обществе. Сегодня Церковь должна ответить на вопросы, которые тревожат человеческую душу, жаждующую истины и света, которые все труднее найти в нынешнем обществе. Ответ Церкви, во главе которой вы находитесь, направлен на то, чтобы человек открыл для себя Любовь, которая снисходит от Бога, и делает человека подобием Божьим, избавляя от беспомощности. Митрополит Иосиф подарил Патриарху Даниилу от имени Синода икону Пресвятой Богородицы, а служители собора поздравили предстоятеля Румынской Церкви с Святым Евангелем, изготовленным в Папешской Орденской Мастерской Румынской Патриархии. По окончании Святой Литургии блаженнейший Патриарх Даниил обратился к присутствующим с благодарственным словом. Пятая годовщина Патриаршего служения представилась особым случаем для благодарения Богу за все дары, не спосланные на нашу Церковь, и, конечно, возможность упомянуть с признанием всех тех, кто помог нам, дабы дары дали плоды, клириков и народ, братьев и сестер во Христе Боге нашим. Юбилеи в Церкви — это моменты радости и братского единства, осмысления прошлого и видения перспектив. Патриарх Даниил отметил, что в 2012 году также исполняется пять лет со дня основания пресс-центра румынской патриархии «Базилика». Как об одной из самых важных и нужных достижений на протяжении этих пяти лет, патриарх упомянул о начале строительства нового Патриаршего кафедрального собора в Бухаресте, большего по площади, чем нынешний. Строительство собора — это один из многочисленных проектов, который стремится реализовать патриарх Даниил за время своего архипастерского служения во главе Румынской Православной Церкви. Решив взяться за этот проект, мы поставили своей целью реализовать его вместе со Священным Синодом, клириками и мирянами. Это стало добрым началом за последние пять лет и нашло свое выражение в солидарности всех иерархов Священного Синода при принятии решений по проекту, а также положительным ответом на призыв в Церкви по сбору средств на национальном уровне. В зале Европа-христиана, патриаршего дворца, блаженнейшего Даниила, поздравили представителей государственных учреждений. Было зачитано поздравительное послание румынского президента Трояна Басеску. Я выражаю признательность Румынской Православной Церкви, руководимую Вашим блаженством за вклад в благосостояние нашего общества через продвижение христианских ценностей. Также были зачитаны поздравительные письма от имени представителя Кабинета депутатов и премьер-министра Румынии, представителей Румынской Академии наук, Бухарестских университетов и многих других. Мы молим Бога о помощи в завершении наших трудов на благо страны и церкви. Как уже было сказано, нам нужно крепкое сотрудничество, дабы вместе радоваться достижениям. Ведь радость — это знак пребывания Бога в сердце человека, понимания того, что ты не один. Так, с Богом в душе, мы сможем пройти любые препятствия. Блаженнейший Даниил является шестым патриархом Румынской Православной Церкви. Патриарх Даниил родился 22 июля 1951 года в селе Добрешт, румынского уезда Тимиш. За 30 лет академической деятельности и 22 года архиерейского служения он занимал различные должности и удостоился многих наград и титулов, в том числе титула доктора Гонорис Кауза многих румынских и зарубежных университетов.